То есть кому-то кажется, что это как бы, ну ты там за Жириновского, или ты за Гайдара, или за Явлинского. Тот, кто осуществляет концептуальное управление, формирует всегда систему партий, левых, правых, центров, для того, чтобы управлять обществом. Потому что, ну кто-то ориентирован на Жириновского, кто-то на Явлинского, кто-то на Гайдара. Вычисляются все, как бы, так сказать, общественные настроения, и, соответственно, подбираются пастухи по всему спектру настроений. Поэтому эта азбука, и вы, надеюсь, это тоже ощущаете, что вот все партии, левый и правый центр, это один механизм. И он управляется из одного кошелька, ну через разных кассиров. И эта борьба, там, так сказать, между ними, это для толпы, как говорится, развести. Ну не нравится тот, иди к этому. Значит, управление идет всегда по любым проблемам, в одной и той же алгоритмике. Есть некая истина, которую знают только посвященные. И есть некая ложь. Для того, чтобы народ или толпа не вышла на эту, как бы, дилемму, как это или это, вот эта ложь разбивается всегда на две лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я говорю, вот народ вот здесь. А, значит, посвященная элита, 3000 лет назад узурпировавшая систему управления, она находится вот здесь. Все, что я говорю, не имеет ровным счетом никакого отношения к теории мировых заговоров, там, так сказать, каких-то там мировых правительств. Вот это все придумано тоже, чтобы те люди, которые начинают понимать нечто, чтобы их вплести в другую обманку, в другую ложь. Но не для того, чтобы дать истину. Мы говорим, управление осуществляется... Управление человечеством – это всегда подмена причин и следствий. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения. Они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятно. Мне это важно. Вопрос был такой. А у вас дома есть собака? Я говорю, есть. А вам хотелось когда-то перед своей собакой блеснуть своим умом и умно выглядеть? Не возникало. Так вот, у нас тоже не возникает. То есть, к чему сводится их мировоззрение? Они нас с вами не считают за тех за существ, что и они. То есть, есть мы, которые имеем право на все. И есть вот эта толпа. Они говорят, когда вы ведете стадо бычков на бойню, да, конечно, что-то у вас там... Ну, так жизнь устроена. Когда мы ведем на бойню во Второй мировой войне 20 миллионов человек, ну, да, конечно, тут как-то вот. Но так устроена жизнь. Иначе нельзя. Это наша алгоритмика, наше миропонимание. Ну, это второе мировоззрение. А, когда начинаешь стрелять, все закончилось, так сказать, история государства и народа тоже. А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей стороны, может встать другой, еще более, как бы, сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали, так сказать, ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчиво. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русские мужики стакана, вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатывая мы через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете в былые советские времена ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. То есть, себестоимость изготовления 100-долларовой купюры 10 центов, а номинал ее 100 долларов. Можно в России эти бумажки поменять на что хотите, но если нет миропонимания, то вот такой. Так вот, те, кто получают сенью Радж и ведут самый крутой бизнес на земном шаре, все эти наркотики, оружие и прочее, это вообще рядом не лежало с этим бизнесом. С бизнесом, который ведется через эмиссию средств крутежа. Кто-то за эту бумажку бьется, а кто-то ее напечатал, и он уже стал богат. Почему сегодня востребован доллар? Да потому что за доллар в России можно купить лес, нефть, газ. Помните, как туземцев напаривали? Им там стеклянные бусы давали, там еще что-то. А нам что дают? А нам фантики раскрашены. Вот нарисовали, как бы, с 71-го года, это вообще просто фантики. И у нас там, так сказать, обрадованный ЦБ в подвалы складывает там эти фантики. Сколько накопили на сегодня? 50 миллиардов долларов – это так называемый золотовалютный запас. Ну, там, в основном, долларовая бумага лежит. А за долларовую бумагу, то есть, в России что-то ушло. Да, это товарное аккредитование всех остальных стран. И мы в Европу, ни одной страны в мире нет, которые бы за свое богатство отдавали бы за чужие деньги. Япония в 49-м году издала, значит, у них вышел закон, который запрещает ржавый гвоздь вывезти из Японии за любые другие деньги, кроме японской ены. Чем ена обеспечена? Да тем товаром, который в Японии изготавливается. Чем должен быть обеспечен наш рубль? Да тем товаром, который мы продаем на зарубежье. Написано в Библии. Читаю вам дословно книгу второзакония. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Вот и все. Все примитивное и просто. Один, значит, дает деньги под процент, другой берет. А почему Коран на сегодня так пошляется и опорочивается? Да потому что если вы возьмете Коран, возьмете Суру-2, самую длинную, называется Корова, и возьмете Аят, 275-й. Можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить. Это книга, которую, ну если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шар. Значит, цитирую вам дословно, значит, пока Раму отдавать деньги под процент, это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля тоже, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то и упростятся его прежние грехи. Вот вам, что такое управление на этом уровне. Что какая-то истина, но есть ложь. И эта ложь для нас всегда разбивается на две лжи, и нас с вами качают. Ну, собственно, если вы хотите богато жить, то вы определитесь, или социализм, или капитализм. И нас будут с вами качать вот между этими двумя понятиями. Я утверждаю, что ни то, ни другое понятие к благоденствию народа не имеет никакого отношения. Можно прекрасно жить при частной собственности, можно прекрасно жить при общественной собственности. И тому примеры, скажем, Швейцария с частной собственностью, Индия с частной собственностью. Частная собственность одинаковая, но 300 миллионов живло вместо людей. Поэтому не в этом счастье. Счастье в другом. В том, кто печатает деньги, под какой процент они выдаются, кто владеет рентой на природные ресурсы, кто обеспечивает устойчивость тарифов, а кто их раскачивает. Если в той или иной стране мира тарифы начинают прыгать, то это дезорганизует все народное хозяйство. Но обозначу эту проблематику, потому что если вы не поймете проблему бога, то тогда вы ничего не поймете. И в жизни у вас очень многое не сложится в церкви, потому что апофеоз безбожий – это церкви. Для чего подпридуманы церкви? Для того, чтобы люди не вышли на понимание системы мироздания и на понимание Бога. Я утверждаю, что истина состоит в том, что есть Бог, как надмирная реальность, единый для всех живущих на земле. Вселенная устроена так. Есть минеральная жизнь, растительная, животная, человек. Но человек – это не венец мироздания в этой интеллектуальной лестнице. Над нами есть нечто, но это нечто нами непознаваемо. Как непознаваемо с уровня растения – животный мир. Так вот, это нечто, единое для всех живущих на земле, в этом и состоит истина. Ложь состоит в том, что нет Бога единого для всех живущих на земле. Эта ложь разбивается на две лжи. Первая ложь – вы можете это пометить для себя, это очень важно. Это материалистический атеизм. Материалистический атеизм – первая ложь. Что это такое? Нет ни Бога, ни посланников Божьих. Вот мир, он чисто материален. Поел, поспал, там, так сказать, и все, на этом жизнь закончилась. Нет души человеческой. Мы утверждаем, что это ложь и обман. Целенаправленно внедренный в наше общество вместе с марксизмом с 17-го года, начиная. Весь марксизм – это разработка против нашей государственности. Значит, ложь номер два – это идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм – это атеизм всех, без исключения церковных иерархий. Для чего существуют церкви? Как только человек интуитивно, неосмысленно начинает искать вот эту связь, которая нам вообще дано каждому от рождения, выйти на вот эту связь с высшим разумом, но блокируется с помощью алкоголя. Я не буду говорить о методиках, но схема блокирования вот этой связи, она идет через алкоголь. Если вы потребили алкоголь, то первые признаки вот этого ощущения контактов с высшим разумом у вас появятся не ранее, чем через три года. На три года у вас блокируется возможность тонких структур головного мозга получать информацию извне с помощью торсионных полей. На сегодня это чисто физическое понятие, вы знаете, торсионное поле. Есть магнитное поле, есть гравитационное, есть ядерные поля. Но в 90-х годах физики поняли, что есть, оказывается, еще торсионное поле или поле сознания Вселенной. Выключатель выключили, лампочка не светится. Включили, что-то из нее потекло. Стоишь, не думаешь, голова не светится. Начал думать, голова начала светиться. В каком излучении? В торсионном излучении. Все наши мысли столь же материальны, как, ну не столь же, а в других полях, но как великромагнитные волны, скажем, световые. Просто это идет как бы в другие полевые характеристики. Так вот, наши мысли могут взаимодействовать с этой глобальной Вселенской информационной матрицей. Чтобы мы на это дело не вышли, нам говорят, а, к Богу хочешь? Ко мне иди, бабки давай, я тебе все организую. Церковь — это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. Любых вероисповеданий. А для чего это? А это разделяя властвую. Одним подсунули вместо Бога истинного, единого для всех живущих на земле, куклу Христа в качестве Бога, другим куклу Аллаха. Аллах, вы знаете, в переводе на русский язык, Бог вообще-то, но чтобы люди не поняли, что Бог един, да, в переводе оставлено в Коране слово Аллах. Но Аллах — это арабское слово. И нам говорят, ну мы вам дадим деньги, только вы не рассказывайте про христианство, как оно служит против России, вы не рассказывайте про судный процент, или вы не рассказывайте еще о чем-то, мы так не можем, у нас канал закроется. Поэтому наша задача, мы не связаны временем, мы даем информацию. Я вам уже говорил, что если та или иная страна начинает выходить на уровень военного оружия, значит, она ничего не понимает в глобальном управлении. Чтобы вы понимали, Соединенные Штаты — это точно такая же манипулируемая и управляемая страна, как и Россия в общем. Но, когда выстраивается схема глобального управления, каждой стране отводится своя роль. То есть, ну как бы, если вы создаете, один создает корпорацию вот здесь, другой там, а третий на земном шаре. Он сборку осуществляет там где-нибудь в Юго-Восточной Азии, на вес повесил, сидят там, температура все-таки, ресурсы качает из России. Значит, сам живет в Швейцарии, где там всегда хорошо. А из Соединенных Штатов было принято решение выстроить витрины буржуазных ценностей. То есть, там как бы фальшиво показывали, ну вот если вы будете жить вот так, как в Америке, слушаться нас хорошо, то у вас будет вот так же все хорошо. Поэтому они жили не потому, что они так хорошо работали, ими манипулируют эту терминологию. Почему в Соединенных Штатах в финал выборного балагана были приведены два идиота? Значит, Буш и Гор. Это его слова, я не могу их поменять так сказать. Да потому что идиотами легче манипулировать. А почему из двух идиотов был выбран Буш? Да потому что он к тому же еще психически нездоровый человек. И когда с помощью Буша будут провернуты некие глобальные операции, то их потом можно будет списать на психологическую несостоятельность этой личности. Назовите мне самого вредного паразита. Мысли. Простая мысль человеческого разума может строить города. Мысль может изменить мир и переписать все правила. Поэтому я должен Ее украсть. От режиссера фильма «Темный рыцарь». Никогда не создавай по памяти, всегда представляй новые места. Леонардо Ди Каприо. Он что-то скрывает, и мы должны узнать что? Твой разум. Мы должны выбраться отсюда, в Решлину. Это место преступления. И этого не должно было случиться. Распределение! Распределение!